как-то я попал на соревнования по пауэрлифтингу и вдруг вижу спортсмены перед тем как выполнить упражнение нюхает ну тогда я еще очень давно задумался что существуют какие-то методы тайные способы по повышению работоспособности силы ну как американцы говорят аку тут срочного срочного такого повышения потом разобрался это оказался на шатырь фильм про него выпустил где ссылка сейчас всплывает на него очень интересно посмотреть и действительно с того времени я думаю как действительно можно разово да быстро акук как говорят наши западные коллеги повышать силу мышц например для пауэрлифтинга кто еще не знает вы находитесь на канале александра мирошникова я александр мирошников странное совпадение и в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема как быстро срочно увеличить силу ног времени у нас как всегда мало вперед вперед сила мышц ног имеет решающее значение в силовых видов спорта например люди обладающие большой силой мышц нижней конечности часто способны демонстрировать более высокие результаты включая различные прыжки ускорения и даже время спринта кроме того тяжелая атлетика пауэрлифтинг это вообще необходимо иметь сильные ноги мы с вами знаем таким образом изучение доступных стратегий для эффективного увеличения максимальной силы мышц ног может иметь большое значение для меня очень неожиданно но стратегии периферического охлаждения недавно привлекли внимание благодаря их многообещаемому влиянию на нервно-мышечную активацию и выполнение упражнений с отягощением сколько следов не вышло то есть охлаждение суставов вблизи тренируемых мышц и конечностей например ладони листов вдали от тренируемых мышц вместо охлаждения самих мышц потому что если охлаждать саму мышцу тренируемую то есть наоборот падает и сначала температура естественно падает и работоспособность и так далее охлаждение голеностопного сустава повышает возбудимость мото нейронов по оценке мег исследование упражнений с отягощениями показали что охлаждение ладони между четырьмя подходами восьми повторном жим жимом ноги при субмаксимальном уровне усилия ускоряет выведение и лактата из крови и задерживает снижение средней мощности кроме того во время выполнения четырех серий жима лежа до отказа с 85 процентами от 1 п.м. охлаждение ладони при температуре 10 градусов в течение двух с половиной минут увеличивает количество повторений общий объем упражнений и средне квадратичное значение мг некоторых тренируемых мышц у тренированных мужчин и женщин в другом недавнем исследовании дополнительно изучалась влияние охлаждения стоп между подходами кстати следы 21 года и там как раз и повышается и сила вы видите и воспринимаем нагрузка там снижается и так далее точный механизм с помощью которого периферическое охлаждение повышает эффективность повторных упражнений сопротивлением еще не полностью выяснен но предполагаемые факторы включают активацию периферической афферентной стимуляции возбуждение cns облегчение возбудимости пула моторных нейронов и задержку утомления недавно по этой теме выходит два исследования одно из них вам показываю и так авторы погружали ноги участников воду с температурой 10 градусов по цельсию запомните на две с половиной минуты перед подходами и мы с вами видим что предварительный результат хотя ограниченные предполагают что охлаждение стоп может играть потенциальную эргогенную роль для участников занимающихся тренировками с отягощениями для увеличения максимальной силы жима ногами повышение уровня возбуждения и задействование большого количества двигательных единиц мышц агонистов для сокращения их до максимального уровня вот вам и лайфхак берем но какие-нибудь сапоги до перед соревнованиями и естественно замораживаем лед коротенькие сапожки на большого размера желательно взять что поудобнее было и перед тем как выполнить жим лежа становую тягу бросаем в эти сапожки лед опускаем ноги две минутки сидим мучаемся трясемся и быстрее быстрее к штанге и потом скажешь слушайте ну надо вас на допинг проверить да что то вы так много стали подымать товарищ мир ушников если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и конечно же подписываться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные темы все пока пока